Приветствую вас и бороться с негативом других людей, ну вот в теории гипотетически можно только, грубо говоря, вступая в борьбу с этими самыми людьми, да, то есть как-то вот подавляя их, наверное, как-то вот вступают с ними, как вы говорите, в борьбу и прочее. Но, видите ли, дело в том, что бороться, именно бороться с людьми, это довольно-таки нерациональная, занятие, потому что людей много, у многих есть негатив, и, в принципе, если вы будете вот прямо со всеми людьми бороться и бороться с негативом, то будет вам очень тяжело, ведь, поэтому, на мой взгляд, знаете, бороться с негативом людей это то же самое, что бороться против, например, ветра, против, например, грозы, против дождя и так далее. То есть, грубо говоря, это не рациональное поведение. А что же тогда рациональное поведение, спросите вы? И здесь я вам хотел бы сказать только о том же, что негатив других людей вас как-то задевает. И вот это, на самом деле, куда более серьезная проблема, что негатив людей вас как-то задевает и, значит, выводит вас из равновесия. И вот ответ к вопросу, включается в том, что, в принципе, в принципе, негатив, ну, он вот всегда был, есть и будет. То есть, не нужно думать, что его, когда бы не было. А вот то, что вас задевает негатив, то почему вас задевает негатив, разобрать вполне можно. То есть, понимаете мысль, да, если у других людей негатив был всегда, и это объективная реальность, то вам негатив можно вполне себе переделать, убрать, изменить. И для этого вопроса нам просто нужно понять, определить, почему именно вас данный негатив задевает. То есть, что именно вас в негативе других людей задевает. Почему негатив других людей вы, например, переносите на себя? Почему, например, вы не абстрагируетесь от этого негатива? Да, да. Почему вы, скажем так, принимаете его на себя? Вот этот момент, ну, он, на мой взгляд, довольно важен. И если мы, главное, все-таки говорим о том, как бороться с негативом, то мы всегда говорим о том, как вам быть лучше, как вам чувствовать себя лучше, как вам ощущать себя лучше и так далее. То есть, это вот такой, на мой взгляд, довольно важный момент, довольно важный аспект, о котором, ну, нельзя забывать. И тогда, и тогда, если мы с вами говорим о том, что вы как-то вот хотите с негативом бороться, то логично предположить, что для этого вам необходимо понять, в чем этот негатив заключается лично для вас. И разобраться с тем, почему негатив людей влияет так именно на вас. С чем это смято? И вот когда, если данное вы определите, ну, или сами, или с помощью психолога, вот, у вас и будет необходима информация для того, чтобы лишний раз не переживать по поводу негатива людей. Ну, и перед тем, как вот закончить, мне бы хотелось дать вам немножечко информации, информации, которая помогла бы вам в определенной степени проработать для себя причины негативного поведения людей. И негатив людей – это всегда либо непринятие, ну, вас, вашего поведения и так далее, либо негатив людей – это вследствие их проблем, именно их проблем, их противоречий, именно внутри них. И данный аспект нельзя игнорировать, данный аспект нельзя не брать в расчет. То есть, что вы делаете? Первое, вы для себя понимаете, чем вызвана негативная реакция человека? Его, например, стереотипами, иногда это одно, либо его внутренними конфликтами, тогда это другое. Вот данный аспект, его нужно обязательно учитывать, потому что все-таки без него не получится дифференцировать качество негативного поведения людей. Ну и, соответственно, если мы говорим о том, что у кого-то, например, внутренние противоречия, да, если мы говорим об этом, то, соответственно, можно ввести решетку, что к вам негатив человека никак не относится, и проинфицировать его на себя вам не нужно. Но у вас есть, у вас самой есть некоторые основания для того, чтобы так делать. То есть, вы именно по какой-то причине своей пытаетесь или делаете это, проецируя чужой негатив на себя. Вопрос заключается все-таки в том, именно почему вы это делаете. Если речь идет о предубеждениях, о стереотипах, то тогда можно говорить о том, что вы согнулись с определенными общественными явлениями, с определенными социальными установками, закрепленными в стереотипах, и эти стереотипы вам не изменить. Но, что такое стереотип? Стереотип – это некий такой собирательный образ, значит, ну, человека, определенных людей, обобщенный образ, который позволяет нам как-то быстрее идентифицировать того, с кем мы общаемся. То есть, как бы заново не узнаваться, а человека и заново не осваивать одни и те же похожие элементы и аспекты. И поэтому, вот именно поэтому нужно понять, что это опыт, это незначительный опыт, то есть стереотип – это именно незначительный опыт на взаимодействии с определенным типом людей. И если вы сможете просто-напросто опровергнуть опыт субъекта стереотипа, то у вас получится очень легко изменить его негативное отношение к себе. То есть, по сути, менять стереотип. Но здесь есть тонкость, чтобы вы делали подобное, чтобы вы меняли опыт носителя стереотипа, ну, не ради него самого, не ради того, чтобы с ним какие-то отношения вступить, или чтобы как-то вот ему понравилось, или что-то еще, а чтобы вы делали это для себя. Чтобы вы делали это для себя, понимая, что, в общем-то, общество принимает только то, что полезно ему, и отвергает то, что несет ему какой-то вред. И, по большому счету, подобное противоречие, когда человек хочет того, что несет вред обществу, а общество это не принимает. Вот этот конфликт, он тоже нормальный, он тоже естественный. Это естественная среда существования человека. И надо сказать, что в данном аспекте нужно действовать соответствующе, спокойно воспринимая данный факт. И на последок хотел бы сказать, что если вас беспокоит негатив других людей, то, скорее всего, вы не слишком сильно уверены в себе. И именно поэтому, кстати, одна из причин, по которым вас негатив задевает, и работа над уверенностью в себе, это отдельная работа, которой вам надо заниматься психологом. Потому что самостоятельно вы вряд ли сможете дать какую-то вот объективную оценку своим качествам. То есть, речь идет о том, чтобы правильно воспринимать те свои качества, которые у вас есть, правильно к ним относиться. Можете даже вырабатывать к себе более ценностную, более, так сказать, обнованную на любви систему оценивания себя. Но опять же, это уже работа непосредственно с вами, и вполне вероятно, что здесь ситуация будет сталкиваться с теми установками, которые вам внушили ваши родители. И здесь будет иметь место, скорее всего, определенная противоречия, которая, в принципе, тоже можно разрешить, пусть это вас не пугает. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения данной ситуации.